Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодняшний обзор я планировал снять намного раньше, ведь обе модели вышли еще в октябре 23 года, однако серый вариант был у нас уже давненько, но вот черная версия пришла буквально на днях, и я сразу записал видео на обе, ведь это новые премиальные прямоугольники GMW B5000, которые вы конечно же сможете приобрести в нашем магазине chasterclub.ru, ссылки будут в описании. Обе модели перед нами, и сразу понимаю, что в темноте под некоторыми углами вот этот циферблат будет казаться темным, это действительно так, даже не на камере, а в живую, но на свету играет и синий, и зеленый, различные оттенки, сам корпус не поменялся, он здесь абсолютно такой же, как и у предыдущих стальных прямоугольников, начнем вот с этой версии, где никакого покрытия нет, только полировка и сатинирование, все прекрасно нам знакомо, красота, еще раз на нее посмотрим, задняя крышка, тоже сталь, но уже черная, где информация кстати о японском происхождении, и конечно же о джишоковской надежности, все это как всегда противоударно, непроницаемо, плюс напоминаю, что внутри стальная капсула для дополнительной защиты, плюс внутри альфа гель, ну а что касается черного корпуса, то здесь уже нас ждет специальное ионное покрытие, оно надежное, оно просто так у вас не слезает, это вариант, наверное, для аккуратных людей, которые не задевают часы об углы, об столы, но это точно не я, но зато выглядит так как стильно, смотрите, это некий такой вот аналог, премиальный моих, наверное, джишок, тоже красная полоса, вообще дизайн абсолютно такой же, конечно, поменялся дисплей на инверсивный, но тем не менее, если бы я, например, хотел себе более премиальный джишок в такой же стилистике, то, наверное, что-то подобное мне нужно было и приобретать, ну и конечно, эти цвета, мультиградация, серия вышла в октябре двадцать третьего года и четыре превосходные версии, забелующие цветными акцентами на циферблатах нас порадовали, но многим инверсивный дисплей не нравится, поэтому черный мы пока откладываем, а функционал я вам продемонстрирую на версии с обычным белым дисплеем, она по мне выглядит более практично, но все-таки менее стильный стиль у черной на следующей ступеньке, как я считаю, мировое время, здесь пять городов мы можем выбрать, это прямо-таки для путешествующих людей, будильники, четыре штуки обычных, один с переносом времени, звук стандартный, ну и до 24 часов секундомер и таймер, секундомер с точностью одна сотая, так что и спортом в них можно заниматься, замерять точные промежутки. Напоминаю, что здесь еще и Bluetooth, синхронизация со смартфоном, ну и там, конечно, все эти будильники, таймеры выставить максимально удобно, плюс напоминалки настроить после телефона, также можно настроить, в общем, все то, что мы уже привыкли видеть в подобных прямоугольных стальных G-Shock, напомню, что у нас их было несколько на обзорах, различные цвета, различные исполнения и вообще серия GMW-B5000 уже насчитывает без малого 30 моделей, что говорит о высокой популярности данных часов. Итак, подсветка, тут тоже без сюрпризов, плавное включение, плавное затухание, это вариант с белым циферблатом, ну и, кстати, не забываем, что автоподсветка здесь тоже есть, то есть включение, при наклоне можно настроить, черная версия, смотрим на них, что у нас тут по подсветке, все тоже плавно включается, затухает, но экран уже инверсивный, поэтому в темноте он ведет себя немножко по-другому, но тоже читаемость сохраняется отличной. Модель на запястье, ну и посмотрите, чем это не замена моим? Стиль такой же, но премиальность видна невооруженным глазом, конечно, уровень уже другой. Габариты по-прежнему сдержанные, 49,3 высота корпуса, 43,2 ширина, 13 толщина и браслет тут сделан прямо-таки с запасом почти на 22 сантиметра, продолговатые эти самые звенья, застежка брендированная, общий вес 167 граммов. Понятно, что прямоугольный дизайн себя уже годами зарекомендовал, как спортивный, как возможно уличный и тому пример, это кирпичная кладка вокруг циферблата, но в интернете есть и фото в сочетании с деловым стилем одежды, с рубашками, пиджаками, да может быть не супер строгий, но вот что-то такое casual и на самом-то деле сочетание тоже вполне себе гармоничное, в любом случае все остается на ваше усмотрение, но основа это, конечно, спорт и каждодневное использование. В конце хотел бы отметить, что GMW B5000 не зря разрослась до такого широкого спектра вариантов, все-таки серия представляет собой сочетание проверенного временем дизайна, надежности и качества. Классные японские модели, да и сам как владелец похожий, не могу не радоваться выходу новых цветов. Здесь, конечно, классное получилось оформление цветовое, сине-зеленый, сине-зеленая рамка обрамляющая циферблат, еще и красная линия от черной версии, вот она мне больше понравилась, стильно выглядит, белая более практичная, но в любом случае все, как всегда, на высоком уровне. Функционал, Bluetooth, водонепроницаемость, противоударность, классная обработка, что еще, в общем-то, нужно в таких вот каждодневно спортивных часов. И может быть, кстати, кого-то смутили в начале видео коробки, могу уточнить, что бывают часы в таких коробках G-Shock, а бывают иногда и в таких. Это чисто японский рынок, да, иногда к нам приходят модели, которые продаются исключительно для Японии, для внутреннего рынка, но чаще всего вот такие серо-черные, которые идут на другие рынки, азиатские, европейские и так далее. Что же касается остальных прямоугольников, то в нашем магазине chasterclub.ru также представлен широкий спектр, в том числе и вот эти две цветастые версии, как всегда, по максимально приятным ценам. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этих моделей, какая из них понравилась больше, обязательно напишите об этом в комментариях, но если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!